Мимо речки, мимо луга, прям по трёшке, на машинке. Пошасайте, ребятка, лугу добирается к нам на Спорт.ФМ. И пока он едет, на протяжении всего своего пути, Оля, во-первых, будет направлять... Ну просто, ты же рассказал о том, что спектакль необычный, и мы подумали, что так же необычно и Дмитрий должен появиться у нас в эфире. Несколькими форматами. От телефонного разговора к разговору в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здрасте, добрый день, здрасте. Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас, Дмитрий? Ну вот сейчас я проезжаю мимо Новодевичьего, поэтому я уже не так далеко от вас. Рядышком. Вот на Большую Пироговскую, да-да-да. Так что мы всё-таки с большим трудом, но после репетиции... Мы сегодня репетировали в Ипполитово-Иваново в институте, так что оттуда Москва стояла, и вот поэтому никак мы не можем доехать. Но сейчас уже скоро подъедем. Меня видит Полина Осетинская, замечательная пианистка, которая тоже участвует в этом действии. И здесь, в общем, все делают не только своё дело, но и многое то, чего не делали мы никогда. Потому что Владимир Познер никогда не участвовал в спектакле, а тут у него роль рассказчика. Андрей тоже никогда не читал никакую роль, а тут он читает роль солдата. И его рисунки будут использоваться тоже в качестве декорации и в видеоряде. Вот. Я буду не только играть на скрипке, но буду ещё исполнять, читать роль чёрта. Вот. И у Полины, например, есть текст «Принцесса», и у Игоря Фёдоров, который играет на кларнете, и Антон Плескач, у них тоже есть часть текста. В общем, всё очень интересно, необычно сделано. Это текст придуман, то есть написан специально для меня уже шесть лет назад, замечательным, к сожалению, от нас уже ушедшим, Михаилом Успенским из Красноярска. Он замечательный поэт и писатель. И я ему заказал этот текст, потому что я считал, что старый текст, уже которому почти сто лет устарел, и, в общем, пьес нужно вернуть на родину, поскольку Стравинский сначала сам перевёл сказку Афанасьева и передал своему другу французу, швейцарскому французу Ромео, и тот ему написал либретто. И так была сделана эта премьера в 1918 году в Швейцарии на французском языке. Ну, потом, естественно, это переводилось и на английский, и на разные языки. Но, тем не менее, конечно, текст устарел, и потом музыка тоже. В общем, сочетание, музыка не устарела, но сочетание музыки и текста, плюс танца, движение, вот это очень трудная история. И вот тут вот, конечно, сейчас уже всё в руках Михаила Кислерова, нашего режиссёра, которого я пригласил на этот проект. И вот сейчас последние дни будут репетиции, когда всё это будет сводиться вместе. Дмитрий, ваша идея, соответственно, вы занимаетесь целиком этим спектаклем, даже режиссёра пригласили именно вы. А зачем в этом спектакле очень известные, ну, уже можно сказать, даже великие люди для России, не актёры, для привлечения внимания? Нет, вы знаете что? Дело в том, что вообще, если знать историю этого сочинения, то там далеко не всегда текст читали актёры. Например, читал Жан Кокто, великий французский писатель-философ, и всё, есть запись с ним. «Стинг», вот тоже похожий человек на Андрея Макаревича, он тоже читал, кстати, за «Солдат». Вот, и было много разных вариантов, и вообще, например, бывало так, что один актёр читал за всех. Вот здесь такая запись Джереми Харринса. Он читает в 2007 году на запись Стравинского 40 лет раньше. Есть разные варианты, вы понимаете, здесь такая штука, что эта пьеса очень, с одной стороны, простая история фаустовская, что солдат теряет, отменяет скрипку на богатство, на книгу будущего с чёртом, а потом дальше тоже надо смотреть. Спектакль, ну, в общем, фабула достаточно распространённая, продажа души дьяволу и так далее. Скрипка – это, естественно, как бы символ его души. Но там внутри, благодаря этой музыке и вот этого сочетания, возможны самые-самые разные решения. И вот я надеюсь, что вот с появлением нового текста, нового музыкального ряда, потому что я там использую музыку не только из этого сочинения, но и из других. Поэтому у нас и спектакль называется иначе. «Чёрт солдат и скрипка». Это, в общем, будет, мы надеемся на рождение чего-то особенного. Это специально было сделано, что именно не актёры играют, а личности. А им это страшно увлекает. Но они совершенно себя не считают актёрами. И поэтому они будут читать именно текст, так сказать, по этому этому. Ну, дальше я вам не могу рассказывать заранее решений режиссёрских, но там есть очень много интересных. Дмитрий, а подскажите, а вы сейчас где находитесь? Вот уже просто мы приехали к вам, мы стоим внизу сейчас, я в машине. Если кто-то сейчас выйдет, меня могут уже потихонечку в студию. Ну, наш человек уже пошёл вас встречать? Да, сейчас нам подойдёт. Эту яркую блондинку вы узнаете издалека? Яркая блондинка Ксения к вам идёт, и, соответственно, мы с вами продолжаем говорить. Мы сейчас с одной стороны попробовали заехать, сейчас уже будем с другой. А вот с дальней стороны... Нет, я думаю, что надо было, наверное, с той стороны. Вот здесь. А вы, подождите, а вы на какой улице? А я не один, нет. Вот где-то тут кроссат, это кроссант или что-то рядом, да? Кроссфит. Такого ещё не было. Да, кроссфит у нас рядом. А вы на Савинской набережной? Да, на Савинской набережной. Вот вам надо было с Малого Савинского переулка заехать. Это до него? Это вот до него был поворот направо. А, ну сейчас мы попробуем, может быть, объехать и опять... Да, значит, надо было до него направо. А здесь вот кроссфит, вот здесь. А дальше я пройду сейчас. Я выйду и пройду к вам, здесь есть проход. Да, 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 там проход есть, там можно зайти, там заехать нельзя. Те, кто нам приезжает за призами, тоже сейчас наглядная инструкция, как добраться до Спорт-ФМ. Ещё такой вопрос. Дмитрий. Опа. Говорите, потому что мне нужно ещё скрипку с собой. А, ещё тут точно, скрипка же с собой. Дмитрий, вы нас слышите? Да, отдельно. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вас не смущает роль, которую вы исполняете в этом спектакле? Нет, конечно, потому что я, в общем, всё это дело затеял. И я уже это читал по-английски, делал тоже в своё время, когда я только начал этим заниматься, почти 7 лет назад. Я это дело хотел сделать своим хорошим приятелем, Мишей Барышниковым, довольно известная фигура вам тоже. Да. И в Нью-Йорке. Но он говорит, он очень загорелся, тогда хотел тоже и читать сначала, а потом, может быть, наоборот, делать движение, в смысле сделать ту часть. Но он сказал, где же мы будем это играть? Он в России-то не бывает. И он говорит, вот если был бы Бродский жив, он бы перевёл бы это на английский язык. И, в общем, он меня так завёл, что я сделал перевод на английский язык в стихах, чего я не делал никогда до этого. И получилось очень удачно, и поэтому есть варианты по-английски тоже. И тогда, когда мы это читали, это не было поставлено ещё, но мы просто это прочитали у меня и сыграли. Было два элемента. Тогда вот я как раз уже читал роль чёрта. И это всё всегда, когда я показывал это, у меня уже был музыкальный изряд и текст, но текст был по-английски. И почему-то все считали, что я как раз хорошо считал чёрта. Ну и поскольку я это всё дело сам затеял, если что не так, то будем считать, что чёрт попутал. Принимается. А вот, Дмитрий, вы заговорили о Михаиле Барышникове, а вот в этой постановке у вас же там тоже будет какая-то хореографическая составляющая. Да, вот замечательные ребята, да. Вот я сейчас зашёл к вам через флагбаум, я правильно иду? Да. Пока не вижу блондинки. Она вас бегает там и ищет на ней кожаная синенькая такая серо-голубая куртка. Пока не вижу, вижу галерею классической фотографии. Вот я зашёл через, через, куда идти сейчас? А вы прошли автомойку? Автомойку по правую руку прошли? Что я прошёл? По правую руку должна была остаться автомойка. Была там такая? Автомойка ещё я не видел. Сейчас я спрошу, я зашёл вот уже с Савинского, с переулка я зашёл и... Нет, автомойку пока не видно здесь, вон, только... Галерея справа была, да, у вас? Галерея фотографии у меня слева, да. А, слева. Тогда... А вот-вот, вижу, вижу блондин... Нет, может, это не она. Она говорит по телефону. Да, возможно. Это она, скорее всего. Это она, это она, потому что она разговаривает с нашим... Это вы Ксения? Нет, это не Ксения. А кто должен быть? Как нельзя? Ксения, Ксения. Нет, она мне не обратила абсолютно никакого внимания. Я думаю, что это не она. Но мы, на самом деле, сейчас на ваши поиски отправили ещё продюсера, Надежду. Теперь у вас ещё две девушки. Сразу въезд в строение один и есть шлагбаум. Вот я около него буду стоять, хорошо? Хорошо, они вас сейчас... А, у вас подальше туда, да? Да, 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 чуть-чуть подальше. Я сейчас пойду вперёд. Я всё в чём ходу буду. Ну, внутри, наверное, надо пройти, да, лучше внутри. По двору вы имеете в виду? Нет, через здание к нам не пройти. Я зашёл под этот самый... Под шлагбаум и пошёл вперёд. А у вас, наверное, подальше это... Да, нужно пройти, пройти не может. Надо пройти их. Ну, пройдёмся, что делать. Глоды хорошие. Ох, такого у нас ещё не было. Вам нужен пятый подъезд, если что. А, пятый подъезд, сейчас будем искать. Там написаны над каждым подъездом... Подъезд два вижу. Вот, идёте дальше. Подъезд два вижу. Сейчас я вижу кто-то, может быть, даже мне навстречу. Подъезд два, но я сейчас дойду. Конечно, я по всему миру езжу, чтобы я здесь не нашёл. Невозможно. Уникальное интервью. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вы вот этот спектакль привезёте только в Россию? У нас же будет один раз, он 19 мая, да? И всё. Сейчас, да. Да, но это у нас вот такая будет проба, и мы посмотрим, если всё хорошо. Мы, конечно, будем его опять собирать и возить, потому что люди, конечно, все заняты. Вот я сразу 21-го улетаю в Японию на 4 месяца. У нас уже не на 4 месяца, а месяц, а потом ещё неделя в Германии. Поэтому у всех график довольно напряжённый, но и всем, поскольку всем интересно, если у нас будет потом спрос, то, конечно, это самое... Я думаю, что мы ещё будем делать. Вот интересно, я сейчас прошёл... Я подошёл к подъезду один почему-то, я уже прошёл довольно много, и сейчас почему-то опять подъезд один оказался. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо обойти. А какие надписи, какие надписи вы видите, Дмитрий? Есть галерея или моря? Никаких, кроме подъезда ничего. Тут есть сейчас парковка ArtEco. Ну вот это рядом с нами. Нет, это здание, в нашем здании находится организация, это соответственно... ArtEco. Да. Я уже обошёл, я уже сзади. Которые теперь должны нам, ну, тысяч 50 рублей точно. За рекламу? Понятно. На самом деле, с той стороны... Вот сейчас пошли уже другие. С той стороны? А вот и вы. Здрасте, Надежда. Вот меня нашла Надежда. Всё отлично. Бэм-бэм-бэм, Надежде достаёт сюрприз. Ксюша, Ксюша, Ксюша проиграла в этой схватке. Надежда меня нашла. Всё, Надежда сейчас устроена. Иду точно совершенно за ней. Вот вы как скрипач... Да, но у вас найти нелегко здание довольно большое, но я пришёл в правильном направлении. Ну, это для целеустремлённых людей. Да, сейчас нашли и вторую девушку. Сейчас нашли. Дмитрий, ещё вопрос вам такой по поводу вашего творчества. Вот вы в России, в России же огромный интерес к классической музыке. Огромный. Да, действительно, это абсолютно так, да. Что пользуется наибольшей популярностью из того, где вы участвовали? И где вы участвуете? Ну, вы знаете что? Ну, вот, скажем, в этом сезоне я играл концерт Бетховена с Владимиром Ивановичем Федосеевым. Да, из-за актива, оркестром. И в Чайковском. Это имело... Это невозможно было билеты достать просто. Тот же зал Чайковского был полностью совершенно пробован. Вот, заполнил. Потом я играл концерт Альбана Берга с Павлом Кохном в марте месяце. Тоже был большой зал в данном случае. Большой зал концерт. Был полностью пробован. Но вообще, чаще всего, конечно, так называемые популярные композиторы. Очень в музыке, как Чайковский. Рахманинов всегда популярен. Бетховен, Моцарт, Бах. Поэтому нет, здесь есть огромный аппетит для классической музыки. И жаловаться в этом отношении. Я, наоборот, всегда о России говорю. Хорошо. По-моему, я зашел к вам в студию. Да, да, да. Дмитрий Светковецкий появляется у нас в студии. Сейчас мы будем говорить уже... По видеотрансляции можно наблюдать, как мы воссоединяемся сейчас у нас. Заходите, пожалуйста, Дмитрий, внутрь. Мы здесь. Внимайте, перейду прямо с телефона. А вы заходите. Прямо с телефона мы заходите. Вы прямо... Я зашел уже... Развернитесь сейчас. И вот мы здесь. Да, мы здесь, там, где нарисовано футбольное поле. Замечательно. Здравствуйте. Да, теперь мы переходим на режим прямого общения уже у нас в студии Спорт.ФМ. Уникальная история была. Такое, по-моему, впервые. Спасибо. Да, ну вот сейчас даже я сам себя слышу. Приятно вас видеть теперь. Да. Приятно теперь и повидать. Добрый день. Спасибо за понимание. Но это сейчас... Это Москва. Вся Москва вскопана, по-моему, просто. Да, да, так и есть. И я не знаю, что они там ищут. Ну, дай бог, если найдут, то все прекратится. Места для парковки еще. Да, да, да. Просто стоит Москва. Я вчера пешком очень хорошую дистанцию прошел, скажем, в районе Склифосовского. Я дошел до Поварской. Час. Даже идти нелегко. Есть места, просто не зайти на бульвар, например, никак идешь там. Ну, в общем, интересно. Мы заговорили. Да. Точнее, вы, конечно, заговорили о классической музыке. Просто, когда говорят, что сейчас классическую музыку никто не слушает, это, по-моему, неправда. Абсолютно. Потому что билетов не достать. Абсолютно. Причем продают абонементы, да. Особенно в России, я сейчас должен вам сказать, что это именно характерно для России. Когда я жил, например, в 80-х годах, я пять лет жил в Германии. Вот Германия была всегда. Она и есть всегда, может быть, самая музыкальная страна, потому что там нет провинций. Вот здесь, конечно, Москва, Питер, там большие города. В других городах есть, конечно, замечательный публик, но они уже, так сказать, в меньшем количестве. Вот Германии можно найти самый маленький городок, который трудно на карте найти. И там будет такая же публика, такое же качество, как в Мюнхене, и в Гамбурге, и в Берлине. Вот это в этом отношении Германия уникальная страна. Вот немецкая, говорящая Германия, Австрия, и немецкая часть Швейцарии. Но это было раньше. Сейчас везде такой кризис, и пытаются всем доказать, что классическая музыка не нужна. Мы с Олей не ходим на концерты классической музыки сейчас, конечно, к небольшому сожалению. Но потому что это не дешевое удовольствие. Это не дешевое удовольствие все-таки. Но у нас спортивный интерес. Есть ли у вас в среде такое неофициальное звание чемпиона мира по игре на скрипке? Есть ли какой-то рейтинг у вас? Да, вот это у меня всегда... У меня очень много друзей и шахматистов. Я вообще вырос среди великих шахматистов. Я знал Михаила Тали. Это был один из самых гениальных шахматистов. Я даже с ним пытался играть лет в пять. Он так делал вид, что он со мной играет. Марк Евгеньевич Тайманова. Ему опять был? Нет, мне был. Он же был чемпионом мира. Так что там есть интересная история. Он дружил очень с моей мамой, Беллой Давидовичей, великой пианисткой. И когда он играл матч с Ботвинником, вот тот самый первый, когда он выиграл, и он шел очень хорошо, и он ее просил. Он ее называл не Беллой, а Белиссимо. Он ее называл, Белиссимо, вы играете и Легию Рахманинова. Она говорит, да, давайте вот если я выиграю, сыграйте мне на концерте победителя. Он говорит, конечно. И еще оставалось ему несколько партий. И он ей звонит, говорит, повторяйте, повторяйте. Он был так убежден в своей победе, что готовьтесь играть. И так и случилось. Он колоссальную, да, имеет. Поэтому я всегда со своим друзьям-шахматистам, вот у меня очень близкий друг Гена Сосонков, он родом из Питера, но живет уже давно в Голландии. Я говорю, Ген, ну как вам легко все-таки? У вас есть рейтинг, у вас есть результат. Вот как прошел концерт, кто выиграл, сыграли мы в ничью, или кто-то проиграл. Вот это, к сожалению, у нас отсутствует. Значит, начинают считать деньги, то есть пытаются как-то добраться до цены, которая абсолютно не соответствует качеству исполнения. Вы знаете, например, что... Коммерческие концерты, не коммерческие. Да, да. И вообще, скажем, если бы сегодня был жив композитор Бах или композитор Моцарт, они были бы миллиардеры, если бы они получали авторские со своих сочинений. Просто самые-самые были бы богатые люди среди всех. Поп-бизнес был бы просто на стороне. Потому что Моцарт и Бах, и Вивальди, и Бетховен играют абсолютно... За это никто не платит авторские. А если бы они были живы, они были бы... Но когда они были живы, им было совсем нелегко заработать. Поэтому у нас такое искусство, и у исполнителей немножко другое. Потому что нам все-таки платят за исполнение, правда? Да. Но считать, что вот тот, который получает самый большой гонорар, он самый лучший, это, конечно, абсолютно неправильно. Ну вот помните, какой был колоссально популярный Арнольд Шварценеггер, да? В свое время он был самый высокооплачиваемый актер в мире. Да. Он что, был лучший актер? Смешно. Или актер вообще был. Он был пади-билдер и все. И потом даже был губернатором Калифорнии. Но актером его вряд ли можно было назвать. Хотя он получал в свое время, или Сильвестер стал, ну какой так. Да, он даже получал премию за худшую актерскую игру. Вот именно, вот именно. Поэтому, а, например, когда в английском театре я вижу, как он в Дерек Джакобе, я его как-то видел, когда выходит... Секундочку. Да, по поводу английского актера, у меня еще такой вопрос есть. Ну ладно, индивидуальный рейтинг отставлю. Да. А командный рейтинг, то есть российские музыканты на первом месте в мире, это так? Не все, не в каждой категории. В вашей? В скрипичной уже нет. Уже нет. Раньше пианисты ведь держат еще очень высокую планку. Очень много сильных пианистов. Я вам скажу, дело в том, что русская школа, к сожалению, из-за эмиграции 70-х годов, потом 90-х, и сейчас уже времени, когда как таковой эмиграции нет, люди уезжают просто на лучшую работу. До школы, так отчем была сильная русская школа, что там была преемственность поколений на протяжении 100, более, в общем, ну, минимум 100 лет. Вот Московская катастрофия была основана в 1865 году, да. Значит, еще вот я учился в 60-е, значит, уже 100 лет прошло, а можно было провести прямую линию от моего педагога Юрия Исаевича Никелеевича к Леопольду Ауру, который преподавал в то время и так далее. Поэтому и все, в общем-то, были, ну, не путешествовали так много и не работали одновременно во многих местах, занимались серьезно преподаванием. Колоссальные школы. Вообще, на самом деле, нельзя сказать, что вот такая страна, как Россия, имеет больше всех талантов. Да он-то есть везде. Здесь была колоссальная школа. Вот. Вот это решающее. Еще у нас остается уже, получается, всего полторы минуты такой вопрос. По поводу спектакля «Черт, солдаты, скрипка», который 19 мая пройдет за Альчайковского. Правильно все же, да? Правильно. Я говорю, в 20.00. Билетов наверняка уже нет, но вы про этот концерт все-таки послушайте. Ну, может быть, что-то. Только или любители классики могут смотреть этот спектакль, или он может быть интересен? Ну, совсем нет. Совсем нет. Дело в том, что Сравинский, во-первых, имел колоссальное влияние на очень многие жанры. И на него повлиял джаз, а он имел влияние на многих поп-артистов, например. И там есть и ритмы, кажется, что голосально интересные. Потом в спектакле участвуют такие люди, как Познер и Макаревич. И там есть сюрпризы, если Макаревич на сцене, значит, что-то произойдет особое. Я вам не могу сказать, что... И этот спектакль, текст очень сочный, современный и, так сказать, с таким... Поэтому, может, человек совершенно ничего не знает о классической музыке, прийти и получить колоссальный доводчик. Я надеюсь, что видео с вашего спектакля появится в интернете, и я смогу посмотреть его в YouTube. Легально, да. Легально съемки...